Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй и мы продолжаем с вами проходить святые картошечки в космосе И решил я немножко, ребятам, подзаработать денег, потому что с деньгами у меня напряжёнка С оружием, в принципе, тоже напряг И для того, чтобы нам потом идти драться с боссом, соответственно, нам нужно укрепиться Укрепиться надо по полной программе Ну что, начнём потихонечку Давайте купим минералов, которые нам не достаёт на крафт-оружие Отлично Ну, я думаю, ребят, у этого будет достаточно Теперь зайдём на корабль и поставим нашу дамочку, соответственно, крафтить Так, вот это оружие мне очень сильно нужно Называется оно Пепел Феникса, как вы видели Ну, а суть этого оружия в том, что за счёт его атаки Точнее, сколько атаки он нанесёт, столько он восстановит Жизнь моим оружием и моей броне Так, в общем, мы её поставили Давайте, наверное, теперь Куда-нибудь слетаем Давайте на эту планету слетаем И посмотрим Так, 26 дней у нас в запасе Я думаю, нам это будет с головой Так, в медотеке у нас Вылечился мужичонка Так, давайте поставим следующего, наверное, лечиться Кто у нас здесь Этот лечится Пафи Спец по бою Спец по крафту Хм Кого бы нам лучше поставить, а? Так Кто нам, интересно, больше нужен? Я думаю, нам нужен Спец по бою Так что давай, братишка Выздоравливай скорее Ну, а пока мои основные ребята лечатся Ихние места, естественно, взаимуют крафтеры Просто у меня нету другого выбора Ну, начнем изучать, ребята Так, стоп У меня нету одного члена экипажа Неназначено Так, давайте кого-нибудь поставим Ну, как обычно, крафтер А что же делать? Ну, а теперь приступим к изучению этой планеты Вперед Мои картошечки И нам попадается первый враг Морковка Что ж Давайте попробуем Разнести его в хлам Как говорится Так, начнем, наверное, мы с суперудара Подстрекатель Клич Ну, я думаю, мы сделаем по стандарту бочку Так, делаем бочку Которая нам дает уклонение Пропускаем ход Попадает прямо в корпус Ну, что же Теперь, наверное, мы сделаем Боевой клич Так, мы снизили ему атаку Всего орудия Правда, на один ход Но, тем не менее, все равно Хорошо Ну, давайте атаковать Самое мощное Ивановое орудие Да, конечно, урон Не абы какой Но, тем не менее Восстанавливаем мы Себе помаленьку Оружие и броню За счет его атаки Я имею в виду Феникса Так что, давайте, наверное Продолжим колупать Да, вот эта пушка Конечно, мощная Но мы будем атаковать Вот эту Дестабилизатор Так, отлично Закатил мне-то уже Так Продолжаем ее гнобить Не давая, как говорится Спуску И мы ее добили Замечательно Теперь бы нам только Ребята Продержаться Ну, а там же Дело будет за малым Давайте кританем А потом Сшибанем Так будет лучше Я думаю Ну что же Неплохо В принципе Нормально Я считаю Смотри Что делает А Да Оружие Это у меня Конечно Поистрепалось Поистрепалось Надо как можно Быстрее сносить Это тем более У нас первый Бойт Сколько Сколько Еще будет Впереди Поэтому нам Нужно Как Больше Жизни Чтоб осталось У нашего Вооружения Смотри Смотри Что делает Как он Мощно Палит И мой Один Всего лишь Один Выстрел У меня Все Так Раз Два Три Четыре Пять Как раз Хватает Сделать Бочку И Выстрелить Так Теперь Стреляй Надеюсь Ты ее Разнесешь Сейчас Не тут То было Ладно Терпим Ой Верхняя Пушка У меня Вообще В критическом Состоянии Ну Ну Ка Ну Ка Безумный Боевые Кличи Мы Делаем Японская Морковка Посмотри На него Так Ладушки Мы Снесем Детнюю Орудие У него Так Нам бы Еще Одну Пушку Ну В принципе Тут Ему На Выстрел Давайте Шмальнем И Будет Все Замечательно Есть Так Он нам Дает Почти 6000 Кредитов И Сматывается Мид Сестрон Уровень 8 Кстати Мид Сестрон Этот Нам Вообще Не Прикодится Ух ты Вау Популярная Дископесенка Ну Ребята Я не буду Здесь Ничего Говорить Вы Прекрасно Знаете Что Сейчас Мы Заманим Рудой Потом Мы Их Отпустим И Они Нам Дадут Чертеж Какого Либо Оружия Можно Было Конечно Это Все Прочитать Если Это Было В Первый Раз Но Как Вы Помните Это Уже Далеко Не Первый Раз Мы С Нем Взречаемся Да Я бы Пожелание Конечно Если Можно Б Вообще Проматывал Это Все Чтобы Ну А Самая Основная Цель У меня Ребята Вот В этой До Босса Это Как Можно По Максимальному Заработать Денег Вооружиться Ну Еще Чем Купить Потому Что Я Не знаю Кто Там Что Там Как Он Будет С Нами Воевать Сражаться Но С Таким Как Сейчас У Меня Вооружением С Броней С Такими Щитами Это Уже Стыдно Летать По Космосу Если Честно Так Ну Что Мы Получили Деталь Метеор Уровня 8 Пускай Будет Метеор Так Замариную Тебя В твоих Же Слезах Кричит Нам Какой Огурец Или Кактус Ну Я Думаю Что Это Огурец Поэтому Я думаю Пора Его Замариновать Самого Так 346 Ммм Делаем По Стандарту Бочку Да Пушка Это Конечно Нехило Да Все Покоцанное Мне Блин Я хотел Подзаработать Денег А чувствую Придется Потратиться А потратиться На что На то Чтобы Сделать Себе Новое Вооружение А это Соответственно Покупка Ресурсов Которые Стоят Здесь Недешево Так 142 Смотри Как Шамалеет Очень Жестко Очень Так Подстрекатель Не будем Мы этого Ничего Делать Пока Будем Как Нибудь Так Делать Не знаю Далеко Ли Мы Это Вытянем Но Потери Я чувствую Будут Колоссальные Сейчас Очень Колоссальные Нижнюю Пушку Он Сейчас Мне Снесет Потом Лероя Снесет Он Мне В общем Плохи Дела Ребята Плохи Че тут Говорить На 3 Хода Увеличим Урон Ну Но Снижается У нас Защита Выбора Все равно У нас Нету Так На 200 126 199 Все Лишился Я Лероя Да Очень Это Прискорбно Конечно Но Я по-моему Его Не Сделаю Да одно орудие. Давайте попробуем его снести. Эх, неудачно. Ну, надеюсь, у нас сейчас получится. Как вы видите, Феникс отхиливает потихоньку вооружение мое. И мы замочили его. Он нам дает почти 7000 кредитов. Это очень даже нам кстати, потому что как я уже говорил, что цель у меня вооружиться, заточиться. И опять этот огурец нам попадается. Ух ты, какая у него сверху пушка-то. Наверное, здесь будет туго, ребята. Да, давайте посмотрим, что. Ночной охотник. Понятно, это будет слепота. Если он из нее шмальнет и попадет. то он ослепит мое вооружение. То бишь, я буду промахиваться. 212. Три раза. Знает собака, куда бить-то, а? А, печально. Давайте что-нибудь сделаем, чтобы не терять лишние заряды. Так. А теперь ударим. Ну, как-то слабенько. Ну, у меня нет выбора другого, ребята. Мне же нужно как-то тянуть бой. Так, это берет четыре. И здесь как раз получается. Ну что. Добьем, нет? Добили. Добили. И это очень даже хорошо. Так, осталось у нее два орудия. Ну, я думаю, что, в принципе, этого огурца мы должны подбить. Ух ты. Как критануло хорошо. Ну, он тоже бьет. Парнишка-то не промах. Осталось у него одно орудие. И выстреливаем всеми тремя. А Лерой, в принципе, оружие мне не жалко. Так. Опять семь тысяч. Почему мне не жалко? Да, у него атака мощная. Но он на три хода снижает всю броню моего корабля. Поэтому, я думаю, что без нее даже лучше. Да что такое? А, ну, смотри, что еще делает. Это уже третий огурец. Это дело плохо. Так, ну, мы, как обычно, делаем бочку. Это уклонение на три хода. И начинаем. Ух ты. У него еще этот... Даже два. Это плохо. Суккуберы, вы помните, что они делают. Они восстанавливают, по-моему, 150% от урона отхиливают оружие. То бишь, я его сейчас буду ковырять. Знаете, сколько? У-у-у, если он меня, конечно, не разобьет. Плюс у него еще феникс стоит, который... Да-да-да, который все части корабля на 100% восстанавливает. Даже не знаю, как тут. Тут надо умудриться чудом чудом клетануть, чтобы разнести ему все оружие. Хм. Да. Смотрите, что я попал. Это все бесполезно, потому что то вооружение его отхилило полностью. Ну, смотрите, 203, да? Это, считай, где-то 800. А у него на 306 отхил был. Нормально? Вот и как прикажете мне вот с этим олухом драться? Он сейчас просто меня разберет. Давайте поставим крит. И будем уповывать на то, что критонет. Если бы, конечно, критануло бы. Ну, я в этом сомневаюсь. Ну, конечно, какой же там может быть крит, а? Ой, у меня щит сейчас скоро взлетит. Не знаю. Давайте еще раз попробуем. Да. Очень, очень слабо. Ничтоже слабо, я бы даже сказал. Ковыряешь его, ковыряешь. А что он отхиливается? Паршиво все, ребята. А почему я выбрал именно это орудие? Потому что те на 150 восстанавливают оружие, а Феникс восстанавливает полностью все. И оружие, и корпус. Даже не знаю. Так, в общем, хоть сматывайся от него. Давайте прицельным. Ну, почему ты не кританер? Я же тебя поставил на крит. что ух ты, елки-шты, палки, а? Вообще бесполезно. Смотрите, бил, 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 он себе все отхилил. Мудотряс, а? Ну, если так еще промахиваться, так, конечно, никакого толку от этого не будет. Все, ребята, попробуем смыться от него, потому что это бесполезно его колупать. Так, ну, хорошо, хоть бегство удалось, это уже радует. Так, 34 тысячи у меня денег. Потерян у меня Лерой. Ну, зато собраны детали немало. 25 дней у нас осталось. Мой наводчик выздоровел. Так, Добролуч. Двойная атака с вероятностью 50%. 346 атак, и вы представляете, есть еще двойная атака, то бишь, бьет она немало. Надо ее крафтить, ребята. Медсестрон. Укрепление каждой части корабля с вероятностью 50%. Да. Соблазн велик, но атака там у нее желает лучшего. Мойный спрей снимает все ослабления с корабля. В принципе, нормально, но опять же, ничтожная атака. Давайте вот эту пушку, наверное, ребята, все-таки попробуем. А у меня что? А у меня не хватит даже ресурсов ее скрафтить. Да. Печалька, конечно же. Так. Кто у меня следующий будет лечиться? Так, ты здоров. Ты. Давай сюда. Ну что, надо лететь на звездодром. Отхиливаться, отлечиваться. Вооружаться, разоружаться. 46 тысяч у меня денег. В принципе, этого очень-очень мало. Ну что же, давайте глянем. 128 на 49. Да? Ну, 49 у нас наберется, а вот 128, к сожалению, нет пока. Да. Ну, хорошо, что мы на звездодроме. Сейчас пойдем и купим недостающиеся нам минералы. Так, нужно 128, да? Ну, 127. А, ладно, бог с ним. Вот так вот. Ну что, кто у нас там крафтер? Где он там? Надеюсь, не занят? Нет, заняты чем-то, но теперь свободно. Так, родная, крафти. И как можно скорее, потому что мне нужно оружие. И как можно срочно. Так, ну что же. Давайте посмотрим, что мы можем здесь купить. Улучшение мостика. Угу. Угу. Ну, наука, я думаю, потерпит. Тренинг тоже. Корпус. Корпус. Накопитель. Вот, надо подумать, наверное, насчет накопителя. Ну, тут еще можно и подумать над генератором щитов, ребята. Генератор щитов тоже немаловажная штука. Все-таки, как-никак, защита. Так, 750, 246. Тяжелый генератор. Универсальный подходит в большинство ситуаций. Ну что же, давайте, наверное, купим универсальный, наверное, да? 40 тысяч с половиной нам обойдется. и хочется, и колется. Эх. да бог с ним, давайте покупаем. Иначе. Так, 613, 613 кредитов у меня всего на кармане. Это практически ничтожество. и нам нужно куда-то слетать, ребята, куда-нибудь слетать, как говорится. Так, а я не помню, я оружие-то поставил, нет? Скрафтилось же оно у меня или нет еще? Так, ладно, давайте перелетим и там посмотрим. По-моему, оно только скрафтится, да? Добро пожаловать на планету Икира. Ага, ребята, вот у меня искрафтилась моя пушечка. Ну что же, давайте ее заценим в бою, как говорится. Кто у меня тут более-менее такой? Ага, вот ты, парнишка, еди на лазеры, потому что и у нас спец по лазерам, а ты будешь здесь стоять. Ну, ну, как вам сказать? 50-50, вроде бы неплохо, ну, экипаж, конечно. Да, иди сюда. Состоящий наполовину из крафтеров. Ладно, будем надеяться, что все у нас получится с вами. И первый бурак, у них взялась мода, да, морковку на нас отправлять. Так, давайте по стандарту бочку закатим. Кстати, что мы там за пушкой, рука какая-то. И полетела аркета. Угу, припечатал он мне, значит, с ракетницей. Ну, давайте ему в ответку. Надо же, даже на двух хватило. давайте проверим, что это за пушка. Как-то не особо ощутил, что она делает. Ну, бьет, по-моему, просто лазером. Так, давайте еще разочек. ух ты, вот это хорошо. Вот сейчас было замечательно сделано. Так, я думаю, стоит продолжать в таком же темпе. и авось мы эту морковку потрем на мелкие лохмотки. Так, значит, опа-на, это что он там запустил? Нет, Ого! Это вот, значит, так рука у нас бьет. Хм, довольно забавно. Урон по всем видам орудия наносит. Да, не кисло. Отлично просто. Слушайте, ребята, мне нравится этот лазер. Довольно-таки прилично бьет. Ну, правильно, как там было написано, он наносит с 50% вероятностью двойной урон. А бьет он, как вы помните, на 360 с копейками. То бишь, если два раза он пробивает, то он 600 снимает как с куста. Так. Красота! 6 тысяч нам кредитов выделяют. Газуя отсюда, чтобы я тебя больше не видел. Так, у нас еще, видите, погодные условия, огненные бури всякие тут. Они, кстати, тоже очень... Да ладно тебе, не трусь, цыпа. Погодные условия тоже влияют по-своему на каждый бой. Мы делаем ручку. и прицельным огнем. И прицельным огнем, прицельным огнем, огнем, ребята, будем бомбить. Давайте переднюю пушку попробуем снести. Ну, конечно, с первого раза не получится. Ух ты! Вот это хорошо, ребята, слушайте, я вот думаю... А не поставят ли мне такую же вторую, а? Только где мне взять ее? Ну, думаю, в принципе, что в магазине на звездодроме... Ого! Вот это шпарит она! Это ж просто красота! Так, а почему я не могу больше им стрелять? Нет, могу. Ух ты! Смотрите, как я быстро ее разобрал, а? Шесть с половиной почти тысяч получили мы. Мыльный спрей уровня восемь. Мыльный спрей, зачем он нужен? Так, опять этот бета-каротин к нам пришел. Угу. Бочку. Так, у него смотрю наверху Лерой, да? Промашку он дает. А я вот думаю, надо нам сносить что? Лерой, в первую очередь, или этот? Лерой, в принципе, если он будет с него стрелять, то он будет себе понижать атаку. Ну, как вы знаете, атака у него нехилая, поэтому нам, наверное, придется его все-таки сносить. да, просто красота. Ну, да, орудие хорошее. Блин, у него очень мало осталось жизни, как бы его не разбили у меня. Ой, еще и промахнулся я. Это может быть плачевно. Нет, хорошо не попадает. Так, повторный залп. Ну, слабенько, но зато, видите, два раза по 426 он отнял. 12 жизней всего. Давай, в атаку. Круто. У меня даже слов нету. 6 тысяч на халяву. Практически. Ночной охотник уровня 8. Да сколько же тут врагов-то, а? О, смотрите, что-то без врагов. Хм, это сигнал бедствия с грузового корабля. У них возникли проблемы, они просят помочь с ремонтом. Ну, это, ребята, у нас тоже было, поэтому давайте просто посмотрим, какие им нужны материалы на этот раз. Или же мы просто отправим инженеров. Так, давайте пошлим, наверное, просто инженеров из нашей команды и пускай не сделают им корабль. Сколько он нам интересно за это забашляет? Сколько? 2-388. Ну, что же, ребята, халява, и мы завершили изучение этой планеты. И в общей сложности мы получили 33-34 тысячи кредитов. Хм, ну, что же, это очень хорошо, я считаю. Так, давайте мы сделаем перелет. Наверное, я вот думаю, куда? Давайте, наверное, хватит нам силенок потянуть, а? Или не хватит следующую планету? Или вернуться все-таки на космопорт? И закупиться там маленько, а? Давайте, наверное, так и сделаем. Так, вначале мы глянем. Тут у нас все нормально. все, в принципе, в боевой готовности, никто не болен. Так, что у нас можно изучить? Ночной охотник. Не совсем то, что мне нужно. Честно говоря, здесь не особо есть такое оружие, которое бы я хотел крафтить. Ну, что, я думаю, пора нам возвращаться на звездодром. Там немножечко продать, что-нибудь купить. В общем, сейчас глянем. Ну, соответственно, подлечиться, подзаправиться. Так, и в первую очередь, наверное, мы зайдем по оружию. Так, где мой склад? Так, давайте избавляться от барахла. Так, 1750. Ну, это вообще копейки. давайте все это продавать. Как говорится, весь ненужный нам хлам. Чем я, в принципе, не буду пользоваться вообще. Так, переболт, ночной охотник, эскимо. эскимо у меня сколько? Две, даже три штуки. Я думаю, одну можно вполне продать, тем более седьмого уровня. Она в любом случае не котируется. Мыльный спрей и эскимо. Все ерунда. Так, и у меня 46 тысяч. Я, ребята, думаю, знаете, что купить? Я хочу купить накопитель заряда. В тот раз я купил генератор щита, а теперь, наверное, я куплю генератор заряда. Потому что пока это все остальное у меня терпит. А вот с зарядами у меня, как вы видели, кисло. Но только надо определиться, какой взять. Так, облегченный накопитель. Так, единственное, что нельзя накопить большой заряд. А по большому счету, зачем нам большой заряд, да? Если подумать. Так, ладно, давайте глянем здесь. Ни плюсов, ни минусов. Если вам предстоит длительное путешествие. Интересно, каким образом щит сказывается на длительность путешествия. Мне это непонятно. да, вот универсальный что ли взять, а? Или облегченный? 34, 32. Ну, я думаю, наверное, чем дороже, тем лучше, как у нас всегда по стандарту было. Была, не была, как говорится, ребята. Я надеюсь, я не ошибся в своем выборе. и... Так, подождите. Все тут нормально у нас. И теперь можно полететь еще куда-нибудь. Так, планета Лютон. Давайте ее навестим. Так, 20 дней у нас еще есть. Ну, я думаю, должно хватить. Добро пожаловать на планету Лютон. Приступаем к изучению. И кто нам попадает за первым? Ну, как обычно, морковка. Надо нам покарать морковку, ребята. Подождите. Мы делаем дозную бочку сначала. Ну, а теперь можно и врезать хорошенько. так, 426. Ну, нормально. А еще учитывая, что он не выстрелил ни разу, это просто красота. Ух ты! Замечательно прошло, ребята. Хм. Так, первый залп, второй, и третий. А может быть, нам лучше сделать, ребята, боевый клич? Ну-ка, ну-ка. Так, сделаем боевый клич. А теперь Шандарахни. ну-ка, как красота. Красотища, ребята. Добиваем его и делаем из него морковный сок. Ну, что ты, парень, скажешь? 4, 700. Прием его. Плюс мы взяли у него потрошитель седьмого урода, выбили. Так, опять морковка. Что же за морковная такая планета-то? Так, бочка. Ну-ка, пафи. Шандарахни как следует. Злорадный смех, а? Ну, с этим орудием так и прокатит. Уж больно мощное оно. 1109 хп с первого раза вряд ли получится. А вот теперь можно пополнить. Ну-ка. Ну, Пока терпим. Ну, в принципе, даже снести, если попадем. Замечательно. Хорошо хоть одно орудие попало. А то я уж думал все промахнулось. Так, этот у нас что-то вообще в отключке весь какой-то. Даже не может выступить. На четыре. Давайте сделаем крит. Госпожа удача. И шандарахню. Если попадем с критом, то, по идее, ему должна быть крышка. попали только с одного орудия, да и то без крита. Ну, а теперь ему все, точно крышка. Есть. Так, четыре с половиной кредитов он дал. Итого мы получаем почти восемь тысяч. ребят, я тут помаленьку и накоплю, Да что такое-то, а? Кия! Кротист хренов. Так, ну давайте стрельнем. Так, для начала определимся, куда нам пальнуть. ну-ка, как ты? На 505 неплохо. Так, интересно, нам узал похватит или нет, да? Замечательно. Не знаю, откуда бить, зараза, Так, давайте-ка мы сделаем боевый клич. Ну-ка, ну-ка. А потом шарахнем. Это я сделал на тот случай, что если мы промажем, чтобы получить минимальный урон. Вот такой примерно. Так, ну что, этой пушке, я думаю, конец. Замечательно. просто великолепно. Так, ну все, добиваем. 4700. Пойдет. И летим дальше. Так, нам какая-то тыква досталась на этот раз. Так, пафи, шандарахненькая. Давай какую-то в ракетницу. 505 и 505 1010. Хм. Идут, дело у нас неплохо, ребята. Ух ты. Осталось дело за малым, просто его добить. Так, сносим последнюю пушку. Ну-ка, ну-ка. Так, боевой ключ. Ну и на этом, наверное, ему конец. Хотя, наверное, а нет, нет. 5700 он дает и сматывается. Ну что же. Очень даже неплохо. Так, опять нам какая-то тыква досталась. Ну что же, бочку для начала. Ну, а теперь по всем фронтам. Промахнись. почти. Так, ну что, добиваем ему ракетницу. Отлично, просто великолепно. Но он тоже не дает нам спуску. так, понизили ему атаку на всякий случай, если не добьем, чтобы минимального урона он нам нанес. меня так вполне устраивает. Ну и ах ты, он прикрылся щитом, гад. Какие-то разжопые, а. Ну, он думает, его это спасет. сомневаюсь. Что ж, придется бить, пробивать ему щит. отлично. 3 700, что-то маловато ты, парень. Дал ты. Да сколько же здесь этих-то раундов. Событие номер 6. Ох, нет, это же блокпост затмения. А, ну понятно, это мы уже проходили, ребята. Сейчас мы лучше нажмем обойти стороной. Единственное, что будет зависеть, засекут они нас или нет. Смотрите-ка, все чисто. Ага, вот мы и прошли. Изучили, как говорится, эту планету. Сколько мы заработали? 39 тысяч. Хм, и оружие полный арсенал. И 19 дней у нас еще в запасе. Ну что же, очень даже хорошо. Продолжим изучать эту планету. Это все ради денег, ребята. Фэй, ты слышала? Тук. Да. Тук. Откуда это? Из люка, что ли, снаружи корабля? Да. Тук. Снаружи корабля, хотя мы в открытом космосе. Ого. Кэси и Фэй обменяются встревоженными и спуганными взглядами и возвращаются к люку, откуда доносятся. Что там за дятел интересно стучится-то? Может, уже хорош стучать-то? Давай, давай, завязывай уже. Что, глюкнул, что ли? Так. Давай-ка, смотаемся, наверное. Напуганный до мурашек на кожице кэси и Фэй, не открывая взгляда, остучит шлюза, немедленно отходит назад, а потом стремглав бросается обратно к мостику и дает полный вперед. Стук прекращается. Но надолго ли? Не знаю, надолго или нет, но главное смыться. Так. Что тут у нас? Яйцо в смятку? Ну, давай. Так. Насколько нанесем урона? Ну, считай, на 900, на 800 с половиной. Нормально. Ух ты! Вот это было замечательно просто. Как говорится, крит сработал по полной программе. Ну что, добьем эту, нет? Нет. Промахнулись. Ну что же, еще залпик. Сейчас, должно сработать. Я же говорил, сработает. Ну что же, добиваем, как говорится. Значит, здесь 6 событий у нас, да? На этой планете. У нас второе. Так. 4 700. Мыльный спрей седьмого уровня. Ладно, пойдет на продажу. Так. О, морковки. Кстати, нифига у них там пушки. Что там за загруппуны такие? Так. Как стандартная бочка у нас. реанимирует случайное оружие? Нет, это точно надо уничтожать. Замечательно. Еще он там стреляет какими-то костями. Смотрите, ребята, он реанимировал себе пушку. Ну, правда, с маленьким запасом жизни, но все-таки. Так, их надо как-то вместе уничтожить. Иначе он так и будет ее воскрешать. Эх, немножко не хватило. Ну, сейчас, я думаю, мы сделаем так и сюда немножко. Надеюсь, сработает. Да. Куда там лазер бомбанул? Я не понимаю вообще. Давайте еще попыточку. Отлично. Так, он реанимировал камикадзе. Это хорошо. Есть. Ну, а тут уже камикадзе этого добить. Сам себе убил. Так, это у нас было третье, да? Еще осталось три. Опять морковка. Да что ж такое-то? То морковки, то кактусы, то огурцы. Давайте ракетницу снесем для начала. Тысяча десять. Как с куста. Нет, эта пушка меня просто не нарадует. надо будет себе вторую такую же сделать. Ох ты. Ну, что он там с одним орудием сделает? Да ничего. Все, морковка пошла на морковный сок. так, это четвертое было событие. Еще два. Ага, тут у нас есть запрос на обмен, устанавливаю связь. Салют, капитан. Нам тут очень нужны ресурсы, плазма и нано-волокно. мы готовы дать вам больше ресурсов антиматерии, чем вы нам. Хай, что вы предлагаете? Так, отличная сделка. Давайте, наверное, мы вот это вот, наверное, выберем, да? нано-волокно. Не могу сказать, что нано-волокно то, что нам так уж необходимо, но попрошайками не пристало привредничать по рукам. Спасибо за помощь. Да, не за что. Так, опять яйцо. Ну, ладно, давай посмотрим. Бочка это наше, как как это ведутся. Манна небесная. Мы ее делаем в первую очередь на тот конец, что если мы промахиваемся, как можно меньше получить урона, увернуться. Так что не удивляйтесь, почему мы всегда делаем. смотри-ка, выжила пушка-то у него. А я думал, ну, в принципе, тут на один выстрел едет. А остальное распределили. Вот так. Блин, не тем орудием стрельнул. Ладно. Давайте добьем ее. Здесь добьем. И останется одно орудие. Очистка его не спасет. Замечательно. Так, 4700. Так, это было последнее, событие? Да, ребята, да. Итого, в общей сложности мы заработали 31 600. Так, ну что, наверное, еще разочек изучим. 82 300 у нас общая сумма денег. Надо еще пофармить. Наши сканеры засекли грузовой корабль, но кажется, на нем уже давно никого нет. Правда, что ли? Хм, пойдем посмотрим, вдруг найдем что интересное. Да и вы, наверное, уже обчистили. Все равно хочется пойти и глянуть. Кэсси и Фейп паркуются возле грузового корабля и заходят в него. Большую часть проездов с корабля действительно уже стащили, но им удается найти в грузовом отсеке одну невскрытую ячейку. В ней находится партия грузов, которая, будучи проданная на звездодроме, приносит им неплохие деньги. Две сто. Ну, как говорится, она халяву и уксус сладкий. Так. Далеко-далеко Кэсси замечает потерпевшие крушение корабль, точнее, половину корабля. Обломки пиратской галеры валяются на изрезанной каменистом берегу рифа. Фейзадумчиво смотрит на Кэсси. Кажется, мы сможем что-нибудь найти здесь. Ну, может быть, оно не стоит потраченного времени или потерянных конечностей, как думаешь? Давайте посмотрим. Спустившись с корабля на страховке, Кэсси приближается к обломкам. Через несколько секунд Фейз взевается из своего кресла, когда слышат вопль Кэсси по рации. Фейзадуми, она меня чуть не схватила, подними меня скорее, давай, давай. Фей бьет про чугу и Кэсси взлетает с места кушения неприлично ругаясь. Что там тебя схватило, а? Совсем близко разбрасывает обломки и постирая щупальцы в попытках добраться до Кэсси. Издает жуткий ров гигантский кракен. Стреляй, стреляй, у нас на ужин будут морепродукты, кричит Кэсси. Ага, нифига себе, кракен. Ну что же, с таким я еще не сталкивался. У него орудия нету. А чем же он тогда атакует? Ничем, просто так. по всему корпусу получается урон наносит. Ух, как критануло, да, ребята? Так, ну что, последний залк, он сдохнет? Да что б тебе разорвало. Слушайте, ребята, он мне так сейчас... А, нет, не успеет. Он все равно нанес урона сколько. Так, взорвали мы чертям собачим. Так, тыква. Он решил мне стереть ухмылку с моего лица. Он об этом пожалеет, ребята. Давайте эту пушку погодную снесем в первую очередь. Так, у меня с оружием-то как хреновенько все, ребята. Попоться на достаточно прилично. Так, отлично. Снесли одно орудие. Ну, дело за малым. Добить, как говорится. Ну, я думаю, что соточку мы, ребята, накопим. Сто тысяч, а потом пойдем закупаться конкретно. и осталось у него одно орудие, которое сейчас же... А, нет, не сейчас. Сейчас мы ему только щит пробьем. Подстрекатель. Так, на три уровня. На три хода мы себе прибавили атаку. Ну, что же, давайте бомбанем разочек. Смотри, какой щит у него крепкий. Так, он снял. Ну, это зря, конечно, он сделал. Он себе подписал смертный договор. Вот и все. 5, 70. 5800 в общей сложности, да? Так. Репликан склоняется по планете, пока не вернутся хозяева. Он ищет, какой бы хороший подарок им принести, проходя... А, ну, это уже тоже, ребята, было. Сейчас мы выберем, что? Прыгнуть в кусты, наверное? Нет, давайте подберемся или прыгнуть. Давайте прыгнем. Репликан собирается и прыгает, он приземляется на другого кота, который верещит и шипит на репликана. Он замахивается на репликана когтями, репликан замахивается в ответ, а не затевает драку, вереща, как коты. Когда репликан возвращается домой, он весь покрыт царапинами на зубах подарочек. Череп, кулон. Кстати, ребята, я вот не понимаю, зачем вот эти артефакты всякие? Череп, кулон, там, листок, пирог, кольцо, куда это все употреблять? Так, уклонение от бочки, ну и пальнем разочек. Какой-то у меня выпуск получился, нифига я каретанул. Какой-то у меня выпуск получился немножко дурной. одни воины. Ну, ребята, уж извините. Уграем по-честному, что играем, как говорится. Все должно быть задокументировано. Как я развивался, что я делал. А кому не интересно, тут, конечно, можно просто промотать или выключить. 4 700. Так, ну что, последняя заварушка, да? Да, последняя заварушка, опять тыква. И опять она сейчас получит у меня и смоется. Да. Давайте, наверное, самую мощную ракетницу снесем. Жаль, без Крита, конечно, прошло, но... Так, ну я оружие почти отхилил, почти. Но этого маловато все равно. Вот, вот это хорошо было. Так, добиваем. просто у него нет шансов. Вот, щит мы снесли, ну и все, теперь точно конец. трехородий. Стрехородий. Пока. Пока тыква. 4 100. Ну что, ребята, вот мы и еще разок изучили эту планету. и в общей сложности мы получили 32 700. Я считаю, что это неплохо. Так, 115 тысяч у нас, ребята. Ну что, теперь можно лететь на космопорт и закупаться, ну и смотреть, что там можно сделать вообще. Ну я думаю, ребята, что нам нужно все-таки укрепить наш кораблик. Поэтому давайте посмотрим, что здесь. Так, ну что, генератор у нас есть, щит есть. Укрепить корпус. Вот это было бы неплохо, ребята. Плюс 1700. Не слава. Так, отлично. Еще 88 тысяч у нас в запасе. Давайте, наверное, мостик еще улучшим. Здоровье оружия плюс 300. То, что доктор прописал, как говорится. Угу, берем. Так, и 52 тысячи у нас остается, ребята. Вот сижу и думаю, что лучше взять, а? щиты-то у нас как бы куплены, а в минусовку идти не очень охота. Такое осталось-то, да? тренинг, тренинг, крафт, крафт, количество 3 плюс 1, наука 4 плюс 1, мид-отсек нам пока не нужен. Хранилище в принципе тоже нам пока не нужно. Вроде как справляемся. вот у меня между этими четырьмя как бы задумка идет. Крафт, науку, мед-отсек и тренинг. Ну что ж, покупаем тренинг и 32 тысячи у нас еще есть, но я их, ребята, оставлю на собственные нужды. Ну что, ребят, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих сериях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok